Канун Великой Победы. Станция Брянск-Орловский. 12-й путь. Необычный состав из 12 вагонов сделал здесь трехдневную остановку. Вот уже в третий раз наш город посетила уникальная, иммерсивная машина времени. Поиск Победы – это музей. Музей Великой Отечественной войны. И мы находимся в подвижном составе. Все-таки наша задача ездить по стране и открывать свои двери жителям нашей страны. Понятно, что не каждый сможет приехать в большие города и пойти в большие музеи. Поэтому мы ездим по стране. Поезд постоянно в движении. С начала работы объехал сотни городов России и Белоруссии. Поразил и тронул сердца более миллиона посетителей. Каждый вагон – это отдельная история, сплетенная из событий и фактов, судеб и воспоминаний. И ведет по ним не просто гид. Мы раздаем аудиогиды и наушники, в которых рассказывается экскурсия на протяжении 11 вагонов. Девушка Лидия рассказывает. Здравствуйте. Меня зовут Лидия. Я родилась в Советском Союзе в Тамбове в 22-м году в семье машиниста. Последние часы перед войной. За окном лето. Пассажиры, люди разных профессий. Спешат по своим делам, общаются, смеются, еще не зная, что мирная жизнь отсчитывает последние часы. Прямо переживать начинаешь до всех этих людей и вникаешь максимально. Прямо все реалистично. И люди тут представлены тоже реалистично. И музыка, и голос женщины, которые рассказывают, тоже очень такой напряженный. И видео на окнах тоже очень впечатляет. Полное погружение обеспечивают звук, свет, вибрация, движение, аутентичная одежда, предметы интерьера и детали того времени. 50 видеопроекторов, 18 видеостен, 12 тач-столов, воссоздают захватывающие воздушные бои и танковые атаки. Рисуют картины походной солдатской жизни. На сегодняшний день ни в одном музее мира нет такого количества многофигурных скульптурных композиций. Впрочем, ни одними скульптурами богат поезд победы. Здесь в буквальном смысле все ощущается на себе. Новинка этого года – вагон номер 9 экспозиции меньше трех месяцев. Она посвящена свершению правосудия над преступлениями против человечества в годы Великой Отечественной войны. Именно благодаря военным трибуналам 1945-1949 годов, Нюрнбергскому, Токийскому и Хабаровскому, весь мир узнал о злодеяниях нацистской Германии и милитаристской Японии. Я под впечатлением не могу ничего сказать, страшно. Ну, мне было как-то, вот когда ты посещаешь такие музеи, то всегда как-то страшно, и у тебя появляются такие мысли, что ты как-то это все переживаешь, ну, точнее, ну, ты живешь этой жизнью. Настолько все захлестнуло, я вообще не ожидала такого, конечно, показа и такой большой информации за столь короткое время. Немножко не хватает времени, чтобы все рассмотреть. И иногда даже не хватает внимания, потому что есть и на потолке, и справа, и слева. То есть, вот, очень интересно, здорово. Вот, аудио, поддержка вот эта. Очень понравилось. В этом году поезд Победы посетит 15 регионов и проследует по маршруту, разработанному специально с учетом юбилейных событий, переломного 1943 года. Прорыв блокады Ленинграда, битва под Сталинградом, битва за Кавказ в Брянске выставка-музей проводит до вечера четверга 4 мая. Следующий в графике – Смоленск. Война пыталась отнять самое ценное, что у нас было. Время. Время нашей молодости. Но мы его не отдали. Мы жертвовали жизнью, чтобы сохранить эту ценность для вас, дорогие наши потомки. Время любить друг друга. Светлана Дробкова, Виктор Левченков, Брянск.